Значит, сейчас чатик почитаю, скажу только сначала. В общем, я тут немножко подделала, качнула тут такие прикольные камни левитирующие. В общем, надписи, рунные, рунные надписи я не нашла, но нашла вот такие вот летающие камни. Вот, вот такое соорудило нечто. И здесь я качнула развалины, которые, селимся вместе, но в перекраске, вот такой снежный вид. И немножко тут еще вот эти кристаллы качнула. Ну, так немножко задекорировала, ну, чутка лучше. Конечно, все еще не в горе, но это хотя бы играбельно, более-менее, на самом деле. Ну, то есть тут реально можно играть, в отличие от полной горы. Здесь даже видно... А, еще немножко тут стены поменяла. Здесь даже что-то видно, а это даже, ну, типа, можно использовать как-то. Вот, сегодня у нас большой дом. Давайте будем его делать потихонечку. Это особо еще ничего не делало, как вы понимаете. Поэтому давайте разбираться, что у нас тут. Уже все позашли, главное, еще ничего нету, они уже все позаходили. Да, вообще, это правильно. Что ждать? Море погоды. Бери все в свои руки. Ой, мимо. Так, что писали в чате? Так. Немножко пофармила перед римом. Крупец горит малости за молитву скацин. Мне вчера... Не знаю, я кидала вот в инсте, в сторис. Вчера таки крутанула баннер с оружкой. Выпал меч сразу пятизвездочный. Ну, я такая, вау, с первой попытки, ничего себе. Вот. Потом... Что? А, еще выпало там два лука тоже. Короче, крутанула оружку хорошо. Мне понравилось. Но, наверное, потом я крутану еще раз баннер скацин. С первой крутки мне выплыла Барбара. В принципе, мне она и нужна, по сути. Вот. Ну, я, наверное, если до конца акции еще накоплю, еще, наверное, еще раз крутану. Потому что... Ну, не то, чтобы я прям очень сильно хотела кацин, но она классная. Поэтому... Если вдруг я не против. Ну, так-то там Барбара. Барбара, ты тоже хорошо учитываешь, что я и играю. Я думаю, как нам тут расположить кухоньку и все остальное. Вдовер, сначала, наверное, на лестницу сделаем. Если... Так. Если и ты, Томас, одной двух десяток кацин выбьешь, я пойду обсянусь. Ну, с первой я не выбила. Вторую я крутану уже в конце акции, скорее всего. Ну, в плане у меня там сейчас осталось... Вот я два раза крутанула. Жетонов у меня не осталось. У меня осталось где-то там, не знаю, 200-300 примагемов. Ну, вот через недельку еще крутану. Сколько там останется? На все... Ну... Не знаю. Ну... Я не могу сказать ничего по этому поводу. Выпадет? Хорошо, не выпадет? Ну и ладно. Я как-то, знаете... Я вот... Единственный раз, когда я реально хотела персонажа, это была Диона. Вот я ее прям очень хотела. Я на нее спустила круток 80, наверное. И она не выпала. У меня даже пятизвездочек тогда выпал Тарталья. А то, ради чего я крутила четырехзвездочное, так и не выпало. Вот это была просто подстава-подставка. Такая, как? Почему? Графские развалины. Ну, не Графские развалины, а развалины замка. Как они там? У нас она будет внучкой. Ну да, у нас будет внучкой. Привет, привет. Что пропустили? Да ничего, мы только начали. Это спички. А, КЦ это спички в кинзаде. Ну, да, есть такое дверь Барбары. Беннет еще до кучи. Вчера Нинка была. Пришлось на фесте брать все-нибудь. А что, можно, да, на фесте брать? После того, как сделаешь эту квест. Я просто сегодня еще не заходила. Я сегодня еще не успела никуда зайти. Я сегодня по магазинам ходила. А то мне кошки все пожрали. Все такие... Кормить давай, кормить. И еще пошло сидеть в магаз. Вот, поэтому я особо... А есть какие-нибудь арки классные тут, интересно? Слушайте, только, наверное, тогда надо делать не так. Ой. Еще не в игру не заходила. А, ну, я правда встала в 6 утра. Я уже видос сегодня на субботу смонтировала. Будет видос в субботу. Вообще огонь. Не скажу, какой на первом канале. Надо только пережать и залить. Хочу арку какую-нибудь классную. Что-то по аркам есть. Ничего хорошего, скорее всего. Короче, Барбара 2 на самом деле хорошо. Это тоже, я думаю, хорошо. Да все хороши. Че? Вот. Я еще не заходила, соответственно, не брала. Но я буду вся надеяться брать. Это у меня будет предпоследнее ее созвездие. Созвездие. Вчера только обсуждали предчувствие на удачу. Сегодня проснулась. Мыслью была, я надо залезть на собор и помолиться. Подскаги, убегу лесу, падает кацин. Не, но я на самом деле реально... Нет, поздравляю, во-первых, да. Во-вторых, я на самом деле считаю, что некая вот интуиция у людей все-таки имеется. Особенно у женщин. Именно интуиция. То есть предчувствие, да, наверное. Ну, бывает, бывает. Не только в каких-то лотереях и в чем-то таком, но и в обычной жизни тоже. Какие-то ситуации бывают, когда ты такой... Ну, прям чувствуешь, что что-то там... Либо произойдет, либо как-то вот... Поэтому, я думаю, это на самом деле и есть такое. Барбара классно, у нее крутое последнее созвездие. Ну да, там воскрешалка на последнем раз в 15 минут. Ну, то есть, конечно, не та самая... Не имба, но очень приятно раз в 15 минут на халяву воскреснуть с полным здоровьем. Я вот думаю. Да, наверное, можно тут даже двое... Двое... Хм, может нам еще вот так сделать? То есть я хочу здесь такой, типа, а-ля столовка какая-то сделать? Вы можете так не баговать? Слушайте, интересно, а колонн у меня никаких декоративных нету? Ммм... Я вот думаю, может, зачем мы по колоннам есть? Может, тут реально какой-нибудь колониальный зал сделать? Созвездие качнулось, теперь хилить лучше. Да-а-а-а... Можно уже после квеста, квест очень короткий. Ну, вот я сегодня так и рассчитывала, что я сегодня... Я вчера только зашла вечером... О! Фу! О! Я вчера вечером только зашла... Просто... Просто крутанула... Эту самую... Гачу. Вот. А сегодня я рассчитывала после стрима потом покушать, поставлю, делаться и, наверное, посижу. Поделаю квесты, заберу там призы в магазине. Ну, короче, вот это все. Вот это все. Там надо персы забрать. Призы там, карточки и тут это все. Потому что, наверное, не буду сегодня фармить... Тауэр-дефенс. Но то, что есть, уже надо посмотреть да забрать. Так, это единственная мой вариант колонн, интересно. Ммм, кстати, вот эти тоже... Слушайте, может, вот эти они как-то потолще, понадежнее смотрятся. Так, это у нас было что? Это у нас была учебка. Мне кажется, может быть, у меня еще есть скульптура непосредственно, какие-нибудь колонны из допов. Только тоже, может быть... На фарме примагенов на десятку полезу на собор. На ручках Венти уже молилась, не помогла. Я вчера молилась. Я всегда молюсь. Где стою там и молюсь. Я вообще как-то никогда об этом не задумывалась. Да. Что-нибудь, что-нибудь делала. Встала полчаса назад. Ничего ты себе, сплюшка. Хорошо, конечно, две барбары, но я хочу скацина. И Сяу так побежала резко молиться по предчувствию. Теперь всегда так буду делать. Знаю, что она мне выпадет. Я уверена, я все сделаю ради этого. Удачи, Луна. Мы надеемся, что все будет, как ты хочешь. Помню, как-то во время устного зачета по истории за рубежки мы тянули билеты. Я прям почувствовала счастливый билет. Так что получила легкую пятерку, ответив всего на три вопроса. Что такое история, какой сегодня день и сколько времени на данный момент. Видимо, придется ючи по скидке перезапускать. Все-то печально с ючами. Все, мое невезение в жизни возвращается сейчас в геншине. Ой, ну... Кстати, у меня есть карпы. Откуда-то. В принципе, я считаю, конечно, что да. Что, как бы... В принципе, не то, что прям карма какая-то, но какой-то баланс в везении-невезении по жизни у людей все-таки присутствует. Ну, то есть, если в чем-то повезло, в другом не повезет. И наоборот, если в чем-то не везло, когда рано или поздно в чем-нибудь таки повезет. Но, конечно, это все лютый рандом. И как-то... Ну, прям рассчитывать на это не стоит. Но иногда пытаться, почему нет, еще... Главное не загоняться по поводу, если все-таки не будет получаться. Ну, как бы, и ладно, Свет Клином не сошелся на всем этом. Вот. Ну, если есть, конечно, предчувствия, то... Во. Во. Что это такое? Iceland Leading Pillar. Как раз-таки колонна. Ничего себе. Это... Там такие колонны были на острове? Ну, что-то нам жирновато. Какая-то она... Никакая. Так, что тут еще? Так, это понятно. Возьму, наверное, эти. Все, еще и такая есть. Ну, тоже жирноватая. Жирный, жирный, жирный. Как поиспись, и зирный. Колонны. В общем, колонны, колонны. Воу, воу, воу. Ладно, наверное, мы остановимся на этих, я думаю, колоннах. Мне нравится, что они, в принципе... Ну, только стенку все равно надо поставить, потому что, как бы... Наверное, шесть лучше колонны. Стенку вот здесь все равно надо, потому что нам тут еще надо ванную зону очертить как-то. Ща. В общем, внизу у нас будет... Наверное, тогда вот так лучше поставить. Внизу у нас будет баннованная комната. Баннованная комната, я думаю, как-то так. Я бы им еще ансен куда-нибудь вынесла. Наверное. Но это не на перебор. Вот. И зал, в котором у нас, собственно, будет а-ля столовка, а-ля развлечение и вот это все. Как говорится, я, конечно, в исторических замках вообще не в зуб ногой. В смысле, тебя переносить так надо? Ну, что-нибудь мы сейчас с вами накрутим тут. А, факелы, кстати, можно покидать, на самом деле. На колонны, наверное, нельзя, но кубака, наверное, можно. Я думаю, что а-ля кухню можно сделать вполне открытой. Ну, то есть здесь мы, короче, делаем рельномыльные все. Сейчас, я думаю, как-то тут лучше раскидать, что. Мало опыта строения замков строительства. В Скайре мне, конечно, играло, но это было очень давно, поэтому я очень плохо помню, как там эта вся оформлена стилистика эта. Ну, сохранимся. Скоро ехать на обследование. Есть подозрения на серьезные проблемы со здоровьем и этим везением в Геншине. Мне кажется, что остатки моей удачи уходят не туда. Джин так выпала как так. Захотел и помолился, в смысле, или что? Сейчас чуть выше промотаю. Опять на ночь вкусненького энергетика выпил. Колбасила до пяти утра. А что ты на ночь-то пьешь пить днем? Просто настолько уверовала в суеверие, что даже этот абсурд готова сделать, лишь бы она выпала. Помню, как перед экзаменом по географии случайно выбрала билет из середины конспекта, конспекта, заучила его, а потом этот же билет попался на экзамене. Воу, ну это, конечно, круто. Тоже кручу гачу, где стою. Так было в автошколе. Вызобрал первые десять билетов, выпал десятый. Тоже раньше крутила, где стояла. Походу, зря. Свой день рождения пошел к стоматологу. И че? Как закончилось? Мне всегда не везло в разных лотереях, но везло со здоровьем. Ну, как сказать, какие-то проблемы удавалось выявить в последний момент, когда еще можно исправить или избежать проблем. Хоть и часто болею, но никогда не серьезно. Короче, джин выпала. Джун Ли и Венти там, где стоял. Ну, я тоже как-то никогда об этом даже не думала. Куда-то специально пойти, чтобы крутить. Скоро. Так, да-да-да. Надеюсь, этот год будет удачный в компенсацию прошлого. Ну, он как минимум невисокосный, что добавляет ему шансов. Трон дракона будем ставить? У дракона вот трон. Ой. Вот. У них как бы приемный зал вот здесь. Вот у него тут трон стоит, помост с костром. Ну, тут еще что-нибудь поставить надо. Типа скамеечки там, какие-нибудь тоже статуи, факелы. И сюда вход через телепорт. Который не робит. Но вот здесь вот внизу стоит телепорт. А сюда можно вот через общую комнату зайти. Ну, то есть как бы тут такой зал. Все такое. Заходишь вот сюда наверх. Сюда в телепорт. Телепортируешься наверх. Потому что вот эти две комнаты, они будут соединены между собой лестницами. Но это покои именно драконов. Вот. Ну, трех получается, да, наверное. А в башне, в одной и во второй, живут Грифон и... Это... Это... Гарпия. Вот. То есть сюда через телепорт, типа... Ну, он должен работать, но не работает, но должен. Смешно. Днем повода нет. Вечером есть? Я не то, чтобы верю во все эти приметы, куда залезать и где покрутить, но это же весело. Альбедо мне выпало налезть на летающем острове, сяло на олене, а кицин на соборе. Совпадение? Ну, прикольно, да. Везде не работает в лотереях, но вот со здоровьем проблемы. Склез уже 7 лет лечу, он даже на второй стадии не дошел. Ну, в общем, как бы... Я считаю, что какой-то баланс в мироздании существует. Вот, и не бывает такого, что прям одним прям супер-мега во всем везет, а кому-то не везет вообще прям никогда ни в чем и ни под каким местом, ни в каком месте, скажем так. Я считаю, что все-таки какая-то балансировка существует, поэтому... Ну, или мне хочется на это надеяться, чтобы, знаете, как-то верить в лучшее. Кухню, может быть, вот здесь тогда под лестницей, типа, сделать? А здесь делать... Дайте-ка мы столы какие-нибудь поставим, факелы по стенам. Кстати, да, если там сейчас стучать начнут, сорян, я ничего не могу с этим поделать. Они очень активно ремонтируют, вот при чем они ремонтируют... Я понимаю, моя соседка, которая с мелким ребенком, все-таки на них хорошо наехала, и они сверли сейчас в определенное время. Но, к сожалению, это в определенное время выпадает на наш вот этот конкретно строительный стрим. Поэтому они, скорее всего, будут сверлить сейчас. Они в другое время не сверлят. Ну, они сверлят, короче, с 11 до часу, и потом... Да, наверное, до часу где-то... Да, с 11 до часу, а потом с 3 и до 5 где-то. То есть, я так понимаю, у ребенка с часу до 3 дневной сон, и они в это время не сверлят. Вот. Насколько я помню, что она мне говорила. А их там еще, что я говорю, по-моему, там две квартиры ремонтируют одновременно. И они одновременно начинают сверлить. Знаете, такие как это... Пересверливаются как будто. Ну, то есть, с одной стороны жужжит, и со второй стороны жужжит. Вот так упоро-то. Вот так упоро-то. Прикольно, что горы частично горят. Ну, не горят, а светятся от дневного света. Поехали. Поехали. Кстати, кто хочет поспеть пофоткаться с оленем, успевайте после третьей части квеста он ускачет. А, это, в смысле, его запустят, да? Окей. Он ускакал, но как же красиво. Когда закончила, увидела, что оленя нет, а такая, нет. А ты думала, он там будет? Ну, я с ним вроде пофоткалась так. И козой пофоткалась, по-моему, и главным героем. Думаю, достаточно. На него, правда, я так и не залазила, но так, чтобы он был в кадре, я вроде пофоткала. Фоткала Делюка с наставленными рогами. Ха-ха-ха. Пригласил вторую Сян Лин. Вот я тоже буду Сян Лин брать, у меня будет пятая. У меня там, у нее будет прогоба очень зол созвездия, по-моему, или как-то так. Игра вылетела как раз на моменте, когда этот олень должен был свалить. Слишком красивая графика. Какой мухи у меня жжут, у меня в обоих ухах жжут. Вот тут, да, именно так. Что за крылья в двери дергаются? Кто-то застрял? Ну да, вот у нас тут. Не прошел дракон. Ну, он как бы входил, но не вошел еще до конца. У нас дверь с крылышками. Так, я вообще пыталась какие-нибудь напольные светильники тут поставить. Ой, я чувствую, как они там начинают шуршать. Ну да, я думаю, сейчас они там чуть поскребутся и часа в три начнут сверлить. Скорее всего, так и будет. Наверное, нам вот такой надо скорее. Снять беру пятое созвездие. Ну вот у меня пятое будет тоже. А Барбары четыре созвездия сейчас. У меня полностью шесть созвездий только Байдо, который я не играю. У нас это шесть. А Рейзер, которым я играю, у него только первое созвездие недавно было. Или второе? Ну, какое-то, короче, там начальное. То ли первое, то ли второе. Да, догадывайте. Ну вот. Щито поделать. Так, давайте столы. Сейчас мы, в общем, по ходу дела будем делать. Убеденые столы. Пятое созвездие фишин выпало. Круто. Беннета в четыре, Барбар столько же. Чувствую дышь, как они там начинают шуршать. Дышь, да. Такие... Это эти. Кто там в волшебнике колец ползал по этим самым... В море по стенам. Вот это они. Второй талант нравится поджигание после серии ударов. Ну, да. Мне нравятся те таланты, которые увеличивают навык на уровне. И которые... Продолжительность там использования. Ну, короче. Такое. Понятно. Залазила ли на голову? Я не залазила. Лиза падала. А мне, кстати, Лиза, по-моему, не падала. У меня Кея, по-моему, может быть, один раз упал всего. И Лиза вообще не падала. И Эмбер, по-моему, не падала никогда. Вот, по-моему, Эмбер вообще никогда не падала. Рейзер не нужен. Не, ну это просто на любителя. Кому-то больше Байдул заходит, кому-то Рейзер. В театр пойду, чтобы книжки покупать. А, механические-то которые? Сенсю классный. Ну, Сенсю тоже на самом деле классный, если им приноровиться играть правильно. Рейзер 2 литра созвездия, но я им не играю. Это был запасной вариант, если не выпадет кацин. У тебя еще кацин качать. Я им играю, но я им играю именно в пачке с Сян Лин конкретно. Вот. В принципе, с Козой тоже, ну так, норм. У меня как-то нет постоянного какого-то дамагера основного. Ну, больше всего прокачан, конечно, путешественник, но... Я бы не сказала, что он меня какой-то дэ-дэ, как это называется. Потому что я как-то всеми юзаю. И на реакциях в основном играю. То есть, так, чтобы просто кого-то лупить мечом одним? Не, я так не играю точно. Можно мне какой-нибудь деревянный стол? О, там какой-то сильно миленький. Но по стилю подходит уже. Ща посмотрим, что тут еще есть. Я, может быть, покороче каким-нибудь... Ну, это какой-то... Не кошерный для замка. Наверное, суровый, но аккуратный. А нет такого маленького? Хотя... Даже не знаю. Наверное, вот этот для замка как-то больше смотрится симпатично. Ух ты, тут такие столы есть. Блин, а я не видела. Это, наверное, крафтовые столы. Да, наверное, это крафтовые столы, которые крафтятся в ЭК жизни. О, дубовенький стол. Ну, тоже не очень замковый. Ну, наверное, этот поставим. А что это у нас, кстати? Это у нас... Учебное заведение. А в учебном заведении у нас только такой стол. Ну, в смысле, нет такого, что только поменьше. Чувствую, что нет. Университет. Раз. Ну да, нету. Ну, этот пока положу в багаж. Ну, вообще, вот этих, наверное, парочку поставим. А как обычно столы ставили? Наверное, вот здесь. Ну, не по центру, да? Наверное, по бокам ставили столы. Ну, чтобы был проход. А непосредственно столы, наверное, ставятся как-то вот так. Я, опять-таки, не очень в исторические темы. Мне почему-то кажется, что логичнее поставить стол все-таки как-то так. Главный дамагер делюк. Электрон нужен как поддержка. Ой, я своего делюка даже еще не начинала качать. Че? Че? Че еще предстоит? Косяу качнула до 70-го. Слила все. Сейчас кацин качаю оружку для нее. Еще выпал беструнник для фишки. Где столько денег и ресов взять? Вот я тоже конкретно вчера бегала, фармила чисто деньги. У меня деньги закончились. Ну, там и опыт почти закончился. Но я была в шоке, когда у меня тупо закончились деньги. Я такая сижу, такая прокачиваю довольная, что это самое как бы, ну... Ну, новая неделя. Качнула 450 в талант, закинула. И сижу такая, уровни тыкаю, тыкаю, тыкаю. А смотрю это с 80-го до 90-го сианлин качнула. Начала рейзера качать до 85-го, дотыкала. Смотрю, у меня не то, что опыт закончился, там еще книжек 20 оставалось. У меня деньги закончились под ноль. Я такая, а че? Как это? А че, так можно было? Играю на реакциях тоже в основном, поэтому два катализатора в отряде. Лиза и Барбара. У меня с Морой все норм. Это так кажется. Пока ты не начнешь кого-нибудь вот так прокачивать. Если это обычно столовая, то столы ставили в центре. Ну, у нас не только столовая, поэтому я, наверное, лучше сбоку поставлю. Тут как бы коридор скорее оставлю, как зал. А все-таки столики тут. Может, они там в пляс захотят пойти. Ну да, если бы только столовая была, наверное... Чувствую себя в такие моменты, как Джинли, который такой сидит и денег нет, ну да. Три с половиной ляма, уверен, уйдут. Да, уйдут. У меня тоже было два с половиной ляма полтора недели назад. Пока я не начала качать козуку, в которую ушел миллион, наверное. И вот у этих ребят еще полтора. А что, нам Sims обсуждать? Хотите прикол? Короче, запускаю в понедельник, по-моему, стрим. А, стрим Sims. И там пишут, значит, ну там эти картинки, баннеры всякие. Это лучше на крещении обсуждать. Ну я быстренько скажу. В двух словах. За понедельник на два месяца, не больше. Короче, там была надпись «Творчество чернокожих». И мы поржались с крысом. А сегодня захожу уже, поменяли на «Творчество аферамериканцев». «Творчество аферамериканцев». Ну я такая, чё? Я прифигела с такого подхода. А ты чё, не втыкаешься? Ты типа не обеденный стол? Большой стол, малыш. А чё ты не втыкиваешься? Или у меня стулья не? Стулья для столовой. А почему не втукиваются? Ну чё, стол какой-то не такой? Так что вот так вот. С «Симпсон»-то бывает. Чё, нормальный перевод. Во. А тут чё не втыкивается? Типа это не обеденные столы, хотите сказать? Ну вот видите, сюда втыкивается всё хорошо, а сюда не втыкивается. Паф. Большой стол. Но он же в обеденных столах. Чё за подстава, подстав? У них отдельное творчество какое-то. Ну там ссылка на галерею, и, видимо, креаторы, которые именно в американцах. Ну, подано это, конечно, красиво. Короче, не знаю. Этот стол не работает. Он красивый, но не работает. Такие не очень. Может, это-то оставить? Стулья тогда надо поизящненькие. О, кстати, у меня вот такие стулья есть. Слушайте, а может под эти стулья что-нибудь подберём? Смотрите, какие смешные. О, да, океаниды, это боль. Мне ещё тоже океанидов убивать. Так, это опять тот, который я тыкала, да? Вообще даже не это сомненько. Кстати, вот этот красивый стол можно куда-нибудь вот сюда им потом заездить. Короче, мы ещё раз, скорее всего, посмотрели кино. Как это называлось? Вилли, чё? Слышишь, Крис? Крис! Не слышно. Слышишь? Я говорю, кино мы вчера смотрели, как называлось? Которая пиратская копия Five Nights at Freddy's. Короче, кино смотрели ещё раз с кейджем. Которым был настолько суров, что не сказал ни единого слова. Короче, это как Five Nights at Freddy's, только... О! Только... Я не поняла. Так это тот же самый стол. А, нет, это Сальвадорадский. Ну ладно. Ну, в целом, похоже на что-то скандинавское. Ну, короче, вот. Ну, в принципе, не то, что прям стоит прям вообще прям, если не посмотрите, не переживёте, но... Забавно. В какой-то мере. Но мне, конечно, там, где реально пацаны против зомби понравилось больше. Если так-то выбирать. Так. Почему у нас колонны разного цвета? Так, именор. А, не, они не разного цвета. Это просто освещение жёлтое тут от этого самого идёт. Окей. Бар. Бар. Бар это, наверное, вообще надо опять-таки наверх ставить. Товарищу дракону бар. У него тут камень левитирующий. Тя. Столы. Ну, понятно, где... А, кстати, флаги. У меня есть очень классные флаги. Сразу повесим. Такой вопрос, в чём они будут? тут в украшениях. Там прям с дракончиком я флаг нашла. Там рожи корчил. Он ходил с рожей кирпичом. Замечено. Заранее убиваю папоротник. Мама у лица целуетесь. Ты такая, у меня папоротник. Не знаю, кого взять в тиму. Ну, смотри, кто тебе больше нравится. Гобелены. Ну, вот, да. Там, собственно, флаг а-ля гобелен как раз-таки. Ча. Покажу. Ну, там гобелены, которые вампирские есть ещё. А ещё есть у меня вот этот, который... Эти, вот эту штуку тоже можно где-нибудь потом... Ну, ладно, это я вспомню, где искать. Ну, так она в картинах, интересно, или в настяном декоре? Так, это восточные картинки. Что, я её качну-то качну, она не проверила. А чё это у меня такой классник? Картины. Наверное, на настяном декоре получается. В картинах я не вижу этого флага, значит, тут где-то. Варианта, собственно, это два, по идее. Либо там, либо тут. О, прикольно, это другие цветы. в Старворсах окажется, свои цветы были. А в этом самом... А там такие были или их крафтить надо? А, получается, у Духолеса. Прикольно. Оказывается, в этом самом... У Духолеса можно в снежных просторах получить такую вот от дождя штучку. Старворсах В самом конце. Конечно же, в самом конце. Короче, смотрите, какой кошерный флаг с дракончиком. И даже... Ой, тут не только с дракончиком. Нам дракончик, конечно, нужен. Какие-то козы. Ну, нам, конечно, нужен дракон. Однозначно. Но он, конечно, огромный. Он прям... Ну, такие надо, конечно, вот как-то тут по периметру повесить. Огни опасно, я бы сказала. Ну да ладно. Чай не загорится. И вот сюда бы какие-нибудь пивные кружки поставить. У меня, по-моему, пивных кружек таких прям старых нету. Какой флаг, да. Гобеленогонь. Ну, смотри, Сяо это чистый дамагер физический. Он реакций никаких не вызывает. А Сян Лин хороша именно для реакций. Смотри, кто тебе нужен. Может, по бокам поменять? Кого поменять? А, что-то три дракона подряд. Да ладно, но это же замок драконов. Ну, тут кроме дракона как-то... Какая-то неподнятная фигня. Какие-то три козы. Какая-то баба. Не знаю. Можно, конечно, какие-то другие флаги повесить, не с драконами. А что тут у меня еще есть? Птички. Ковер. Тут, а что? А, это, кстати, знаки зодиака тоже прикольные. Но они достаточно маленькие, а... Хотя можно увеличить. И что тут? Бу-у-у-у-у-у. Козы овца... Краб. Ну, тут знаки зодиака. Рыба. Рыба. Ну, даже не знаю, как козырок. Можно, кстати, тоже где-то повесить. А вампирские гобелены, они... Ну, такие. Смотрят, что зеваю, а в 6 утра встала. Ну, это норма. Так. Блин. Они все не холодные, но вот этот, наверное, ближе всего к драконам. Ну, смотрите, в принципе, можно сделать вот такое чердование. Чтоб не повторялись. И менее огня пазна. Вот. Там можно еще драконов. Может, нам шутки ворота чуть подвинуть? Допустим. Да. -допустим. -допустим. Да. Голоскорреции. Ты. Ну. Удив- Тяжелё, тяжелё. Ну, как-то вот так, в принципе. Так, ну и вот эту, она можно оставить, в принципе, козерога. Пускай сильно. Чё бы не висеть козерогу тут? Пускай висит. Значит, нам надо а-ля зону кухни сделать, наверное. А, и дайте я сразу посмотрю, может, какие-то кружки мишки или тарелки поставить. И давайте. Умение Ctrl-C, Ctrl-V. Ковер на стену в каменном замке, самое то. Ну да, чтоб тепло было. Вот тоже. Вот, кстати, мы с вами прикалываемся, а ковры на стенах, там где холодно, это прям тема. На самом-то деле. Здесь же не просто так изобретены ковры на стенах. О, вот это можно этой драконихе, кстати, поставить. Будет она, как аки-барышня, сидеть и вышивать. А то, что я ей ещё делать? Кроме как сидеть и вышивать, правильно? Так, чё, с троном? Луна, ты проиглядела? Вот он, трон, наверху. О, вот. Под крышей неба моего. Вот тут надо только поставить каких-нибудь... Тахтей. Тахтей. Парочку. И с каким-нибудь, аля, деревяненькие. Так, там-то. Или каменных. Как вариант. Ковры на стенах не только утеплитель, но и ещё звук изолятор. Кстати, да. Странно чувствовать, когда он произносит козерог. Почему? Так я сегодня уже показывала эту штуку. Несколько минут назад. Что там такое тут? Лапочки, может. Как-то не по... О, вот такие каменные, наверное, пойдут. Да, каменные пойдут. А есть без моха? Во. Ну, это, знаете, чисто там... Присесть. Тут, наверное, их надо наоборот поставить. Вот с этой стороны, а с той стороны поставить какие-нибудь пафосные статуи. А, ладно, ладно, хватит. Что тут каких-нибудь... Я бы каких-нибудь драконов поставила. А драконы у нас есть в... Тут дракон какой-то был, по-моему, да? Или там был лама... Лама этот самый... Во. Ну, вот так вот. Что ты родилась под знаком зодиака этим, а? Мне кажется, не было в прошлом... А, это такая? Кто сказал, казинак? Что это казинак? Оказывается, я слегка прокакался с компасом, он отказывается, сундуки ищут, а не геокулы. Так геокулы ищет... Такая штучка, которая ищет геокулы. Это разные штуки. Да, отдельная фигня. Ну, она одноразовая, но это вполне оправданно. Там-то надо, по-моему, лилия, ляпис и что-то там еще там. И опять руды там. По сравнению с тем, как самому лазать, там совсем простые материалы. И не бы пригодится. Ну, так-то да. Казинак-козирок. Кому описания нужны? Я вот себе скрафтила, наконец, сухпайок. И теперь все время забываю его надевать. Сухпайок это такая, типа, сумочка, в которую ты кладешь одну еду на лечилку, одну на воскрешение. Вешаешь, ну, применяешь на персонажа. Просто у меня там обычно камера висит. Я что-то забываю перевешивать, когда хожу куда-нибудь на босса. Повесить туда сухпайок, чтобы, ну, перс автоматом воскрешался, как помрет. Вот. А так, наверное, полезная штука, но я до сих пор ни разу не потестила. Потому что я все время забываю перевесить. Еще этот скрафтил, ну, наверное, думаю, сейчас в карте. Который преобразователь раз в неделю, тоже прикольная тема. Полный рандом на рандом, но еще все равно забавно. Кстати, а вот эта штука разве не горит? А, горит. Вот, я хотела сказать, что вообще-то эта штука еще должна гореть. Да, горит, все нормально. Воу-воу-воу, как тут пафосно. Я вообще очень понимаю, что такое висит, что-то. Оно на колонны, наверное, не повесится, ничего. Да. А еще вставить это, наверное, можно только если поднимать. М-м-м. Ну, как-то так. Зал для аудиенции. Смотрите, драконов сразу снегом замело. Забавно. Вообще тут, на самом деле, достаточно красиво ночью так. Это все такое светится тут. Воу-воу-воу просто. И эти светятся, и то светится прям. Тут тоже что-то светится у меня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, это духи светятся. Понятно. Ладно, мы возвращаемся к обеденному залу. Как вы думаете, камни поставить внизу? Они камнями могут тут частично жрать? Частично жрать камни. Хотя, почему нет? Кстати, а этот декор, он вообще... Сати-сим. Сати-сим. Мне кажется, у этого сати-сима там что-то еще прикольное было. О, золотые яблочки. Золотая чаша с фруктами. Очень по-драконьи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эммм... Сати-сим. Са... 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 Ти... Ти... Сати-сим. Украшения, обеденные столы... Ну-ка, шагута. А, это вот... О! А светлый есть? Такая одного. Блин, ну темненький. Очень симпатичный, но совсем темный. Нам сюда все-таки хочу посветлее что-то. Хотя его можно куда-нибудь, допустим... Какое-нибудь... Грифон, еще что-нибудь такое. Украшения... Украшения... Так... Вайн. Смотрите, тут какие... Бутылочки! Украшения... Украшения для детской, ёпта. Ха... Тут даже какая-то штучка. А что это такое? Это... Неклайс просто. Просто Неклайс. Ну ладно, пускай тут пока лежит, потом... Переложу куда-нибудь в комнату кому-нибудь. Ну и бутылки пока тоже постоят. Пока постоят. Так... Что там еще было в этом... Кстати... Поушины... Кристаллы... Опять кристаллы? Слушай, тут прям... Сундук! Простой. Подушечка. Не, ну сундук конечно кошерный. Ну это явно туда наверх. Комнаты жилые. Накачаешь допов, а потом такой сидишь. А что это такое? Классное. Классное. Кстати, дровишки надо куда-нибудь тут... Покласть. Для готовки. Так, что там еще было? Так... Поушин, эклейс, кристалл, баррел. Берел? Бочка. Какая классная бочка. Прям всем бочка, бочка. Так... Так, бочка. Поушин, тент. Ну, я его знаю, он нам не пригодится. Украшение для детских до стариков. Эм... 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 Ничего себе тут целые вагончики. Прикольно, конечно, но немножко не по нашу душу, но в целом очень такой... Смотрите, какой декорчик симпатичный. Прямо Трикси бы сюда. Симпатичный. Радко только, что цвет у него, конечно, один и... Не, больше. Но все равно темный. А так в целом вполне миленько. Удалять не буду, а воськ где-нибудь сгодится. Тут, кстати, у меня еще свечки какие-то есть. Кристальнические тоже. Всякие забавные. Какой ерунды у меня только нет. Вот это штука. Вот это фонарик. А, ну и экзортическая. Свечи экзорцистов, конечно. Олень. Знаете, типикал Тома накачает ерунды всякой, потом такая сидит. Ге-то так классно. Ну, тогда, кстати, штука тоже может пригодиться. Так, ну и все заставила. Вообще-то, вообще-то. Давайте по уши на пока багаж поперекидываем. Короче, вообще-то нам на столе, по сути, надо оставить свечи и блюда с какими-нибудь продуктами конкретно здесь. Слушайте, ну насчет золота. Прикольно, конечно, но, наверное, нет. Так. Это мы тоже все пока сюда. Кстати, надо с улицы там в инвентарь тоже перетаскать. Тут, я думаю, достаточно каких-нибудь таких свечечек. Смотрите-ка, я с улицы тоже все в инвентарь покидаю. Что-то у меня тут что-то конец стоит. Книжки всякие. О, кстати. А, блин, эти нельзя поставить. Здесь только прямо выпить можно. Хотя, наверное, это стоит поставить выпить. Опять-таки, где-нибудь вот здесь. Нехай стоит. Так, а сюда мы какие-нибудь фрукты все-таки поставим нормальные, человеческие. Золотая чаша? Так, что вы писали, пока я тут увлеченная разбиралась с добром? Может, тоже попробовать поиграть в Геншина, то, когда все говорят про него, чувствую себя неуютно. Ну, ты можешь просто скачать, пройти там, не знаю, часа два-три сюжетку начальную, просто чтобы понимать вообще, про что речь, механики там, все вот это обучающее. А там, ну, если не затянет, ничего страшного, потому что игра реально на любителей. Вот, ну, хотя бы будешь понимать, про что мы тут... Меня так же к нему склонили, хотя я сопротивлялась до последнего. Потом знаешь, и не оттащишь. Вот это именно я боюсь. Да ладно, Нейкед, ничего так страшного. Пробовала, но взбесила лицензию на полеты, поэтому оставила. Бутылочки в украшениях для детской, видимо, из категории для молодых родителей. Ну, это типа как, ну, просто декор. В общем, я считаю, что, как бы, если есть возможность попробовать, ну, в плане, там, комп тянет и все такое, ну, вроде, у тебя нету, а не комп, то чисто попробовать почему бы нет. Ты хотя бы будешь, ну, просто представлять вообще, ну, о чем это, что там вообще происходит. Вот. Так даже просто будет понятнее, ну, какие-то такие разговоры. Не обязательно в него потом играть. Вон, некоторые играют, забрасывают, потом возвращаются. Некоторые просто забрасывают и не возвращаются. То есть, по-разному все. Не факт, что тебе понравится еще, кстати. О. Ща мы нямки наставим. И у вас члюньки-то почекут. Сюда будут реально такие классные большие деревянные кружки, вот как. Но у меня таких нет. Так, кувшины. Что-то такое. Вроде дофига посуды, а все они не в кассу. Кстати, смотрите, по уши, но не только в детской, тут в мелких предметах тоже продублируем. Мед. Драконы питаются яблоками. Почему нет? Это специальные драконы, специально обученные драконы, которые питаются яблоками. Да ты кто такая? Ничего себе. Кто-то начинает и забрасывает, кто-то вначале дропает, а кто-то задрот. Не будем показывать пальцем. Лиза, здравствуй. Ну, я могу сказать, что, помните, я еще летом говорила, что я ищу игру, в которую я могу играть на постоянке. Я очень хотела себе игру, в которую я могу вот там на часик в день заходить нам на два и вот просто морально отдохнуть. Потому что... Ух ты, какая штука, что это? А, кристалл болт. Что бы то ни значило. А, это повязка с кристаллами, все, поняла. Это как бы пояс, перевязь с кристаллами, вот. И вот внезапно Геншин оказался той самой игрой, которая мне интересна. Мне интересно даже ковыряться просто в меню, там вот это все перебирать, эти артефактики, вот эта вот фигня. Даже не обязательно там бегать мне по меру нравится. Вот, потому что я пробовала разные игры и ни одна из них мне не зашла так сильно, чтобы вот прям мне ежедневно было невлом и даже хотелось туда заходить. Так что пока для меня это вот тот идеал, который я хотела. Ну, практически. Ну, я не знаю. Да. Наверное, так это можно назвать. Бульки. Пиросики. Потому что до этого мне еще приглянулось My Time at Portia. Там как бы как стардью, только про крафт больше. Не про... Не про фермерство. Там немножко фермерство есть, но более базово. А больше именно про крафт. И мне очень тоже нравилось. Я в нее играла пару недель, да, лучше чем постоянно. Ну да, где-то пару недель, наверное, так на постоянке. Но я поняла, что меня морально дизморалит очень сильно то, что это крафт. И я сижу такая... Вот я делаю крафтовые заказы каких-то там виртуальных человечков, а в это время, извините, я могла бы сделать, ну, настоящий крафт-заказ реальному человеку. Меня это стало очень сильно угнетать, что я... Ну, я чувствую, что как бы, ну... Я делаю примерно то же самое, по сути, да, но не реальному человеку за реальные деньги, а виртуальному за виртуальные. Вот, в Геншине у меня совершенно нет такого ощущения, что я как бы трачу на что-то время такое не то. Вот. Совершенно как-то спокойно отношусь. Ну, естественно, я, блин, как-то регулирую, сколько я в нем сижу. Вот. И стараюсь как-то не в ущерб. Ха-ха-ха. Но у меня, по крайней мере, нет вот этого чувства. Ну, вы поняли. Совесть меня не гложет, вот. Дерево. Хочу уже и эту Инадзуму с сакурами. Да что тут, блин, у меня же куча еды была. Где вся еда? Конфетки. Где тут были булки всякие? Я их всех промотала успешно? А, кстати, по-моему, еще в предметах для детской дофига всего было. Сюда опять все постирала. Такой потеряшки. Такой потеряшки. Хотя там есть и были. Там, наверное, торты какие-то были. Короче, вот давайте вот это. Там еще какие-то были другие булки. Так, это у нас называется Sweet Dreams. Sweet Dreams. Блин, надо запрещенный прием качнуть. Во, такие булки были. О, каравай, каравай. Вот эта тема. Бульки. И кружек бы каких-нибудь, блин. Ну, хоть каких-нибудь. Хорошая кружечка. Попио. Блин, и... Кстати, Масленица с 8 марта вроде. Или где-то там. Привет. Да, тут уже здоровались. Да-да-да-да-да-да. И мне тоже нравится. Заходишь, фармишь на всякое. Не ты, Тома, не ты. В смысле, не я. Я тоже в день регулярно играю. Че, че это не я? В Портию немного играл. Вроде бы прикольно, но забросил. Портия моя самая любимая игра. Обожаю сюжетку и атмосферу. Вот мне тоже очень нравилось. Но у меня прям, блин... Прям я садилась играть и такая... Ну вот. День захожу в несколько часов. Может на 3-4. Ну, у меня в среднем... Если вот без ивентов, без всего остального, то где-то час. Если с ивентами, то... Ну, уже 2, а то и 3, в зависимости от того, какой ивент. И надзума закрыта. Да, точно, и надзума закрыта. Ничего не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Кто подходит? Че, заметила лектора Хонта. Местные называют Райден. Но мне на ум приходит только Райден из Мортал Коммунта. Он как раз был Громой Молнией. Отсылочки. Да. Короче. Ждем-з. Ждем-з. Блин, реально что ли каких-нибудь пивных кружек качественных больших? Очень, знаете, вот не хватает. Большой пивной кружки. Ну, такой, чтобы прям деревянная. Дайте я себя запишу. Может, потом поищу. Я бы сюда добавила на стол. Да и вообще тема интересная. Пив-кружка. Пив-кружка. Короче, записала. Может быть, чем-нибудь добавлю. Ладно, пока тогда так оставим. Ну, в целом вы поняли. Короче, тут еда. Окей. Ладно, вот здесь я хочу зону для еды. Может, тогда поменять местами орган с котлом. Чтобы тут как бы, ну, перетекала плавно. Ой. Зона готовки, а тут просто орган. Где-нибудь. Ну, тут нормальный угол именно. В принципе, ничего бы нет. Не знаю, кто у них тут будет музыцировать. Вот, а здесь уже ставить-то до кухни. Плавно перетекающую в некую алхимическую часть. Ну, мало ли они тут что-то делают такое. Нужное. Будут они все макаронами с сыром питаться? Может быть, может быть. Телефон-то разпозрелился. Можно поближе положить. Я сегодня попыталась снять очередное видео на телефон для инсты. Скачала какое-то первое попавшееся приложение для редактирования видео прямо на телефоне. Ну, отредактировала свой мега-ролик в минуту. Ну, там. Ролик где-то минуты 30. Я где-то до минуты хотела сократить. Музычку там выбрала. Все, короче, это самое. Нажала на экспорт. Ну, и что-то оно там экспортировалось, экспортировалось. Экран уже потух давно. Я такая минут через пять включаю. Вроде написано, что, типа, окей, все. Видос не выгружается в... Никуда. Вот. Я потом подключила телефон все-таки к компу. Короче, в той папке, в которой мне писало приложение, что должно быть видео, его нету. Я думаю, ну, ладно. Дропнула. Вот. То есть, все равно, короче, буду монтировать на компе, походу. Я думала, может, прямо на телефоне снимаешь, на телефоне монтируешь, с телефона заливаешь, чтобы вообще попробовать миновать этап с компьютером. Но не тут-то было. Но не тут-то было. Это я балуюсь всяким разным. Пам-парам-парам-пам-пам. Вам не кажется, что у меня тут гора не доходит немножко? А, тебя можно как-то опустить? Мне кажется, нет. Ладно, тогда придется чем-нибудь закрыть. Там, видать, какой-то рельеф поднятый. Сейчас, дайте сначала попробую. Нет. Вниз она ниже не опускается, только выше. А по поводу рельефа... А что у тебя там вообще? Там есть какое-то... Да, вот здесь какое-то поднятие. Давайте попробуем это поднятие опустить. Опустить. Так. Отдelle. Что-то я не пойму. Что, ты опускаешься? Что-то я не вижу, чтобы она опускалась. Я не понял. Я просто не хочу убирать гору, потому что я обратно не встала потом. Может тут тоже стенкой просто закрыть и не париться? Я вообще не вижу разницы. Ну, где-то там что-то опустилось, но не эта штука. Короче, ладно, давайте просто стенку дополним. Что-то, я не знаю, шел с ним не так. А, там и так есть эта стенка, да? А, не. А, знаю, можно пол стенки поставить. Можно конкретно здесь поставить просто пол стенки и не париться. Ну, как-то так. Замер... так. Кухня под лестницей. Ну, типа того. Типа того. Вообще, кухня... Вот я ту плиту поставлю, а под лестницей будут скорее эти самые запасы. Можно, конечно, попробовать как-то лестницу чуть развернуть, чтобы побольше места было. Так. Хм. А почему бы, кстати, и не так сделать? И тогда здесь можно полноценно сделать уголок. Ну, то есть вставить вот так хладос. Сбоку вставить... Слушайте, интересно, и можно будет пользоваться? Сбоку вставить... Штаркафы со спасудой? Штаркафы со спасудой. Штаркафы со спасудой. Так, а шкафы у нас со спосудой? Блин, со спосудой В украшениях Впрочем, по-моему Тут где-то в конце Так, пока кто-то ущель Старовер все еще верит, что мобильное устройство Никогда полноценное пока не заметит Вот, да, я тоже так считаю Но просто, что я смотрю, что Очень многие сейчас начали на мобилах Прям полноценные видосы делать Мне чисто, ну, любопытно Мне-то так тоже быстрее и проще Сделать на ПК Вот, и я тоже не верю Что мобильник реально может заменить Компьютер, но мне просто чисто Интересно попробовать и научиться Как можно делать Ну, просто представлять себе Ну, понятно Спектр возможностей В современной технике Насчет имени они явно их не от фонаря берут Пойму, например, демон знаний и проводник Ну, да, да, там все эти самые демоны Или не демоны Это они там маски какие-то Ну, короче, да Там все именно говорящие, как правило Саймуви баловалась Спинпейнты записывала Которые нафиг никому не сдались Три сундука у малыша от Саня Тяне моей Да, кстати, там же три сундука Еще больших надо будет сделать, забрать Кстати, я никогда Консерву ее не называла Она все равно на это обижается в диалогах Ну, да, я, кстати, тоже ее никогда Не называла консервой Забавно Давай, Пупер, хорошей готовки Живой космический дикообраз Так, посуду я искала Так-то Тут есть какие-то полки Прям с посудой-посудой Прям шпашудый-шпашудый Осталось найти Это заранее доставляю То, что я явно потом буду убирать Кстати, вот Еще нормальная еда есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Слишком Человеческие Кстати, у нас же еще деревья вот такие есть Я прям даже не знаю Надо их куда-то сюда впихивать Давайте я одно впихну А, блин Сразу продать? А почему нельзя в инвентарь? Наверное, она слишком миленькая Немножко не в стиле Сейчас, я хочу Ну, вы понимаете Я хочу подулеситься И сделать полноценную какую-то Конструкцию Только я не верна, что можно будет пользоваться Поэтому я хочу потестить А, кстати, да Тут же всякие еще такие штуки есть Бабная Бабная Аптечный шкафчик. Прикольно. Ну, в общем, давайте выбирать, что нам подойдет по размеру и желательно по стилю. Чувствую, что ничего высокое не подойдет, да? Придется маленькими брать. Так. Наверное, это надо будет как-то отдельно ставить. Так, а вот эта штучка... Она, конечно, не очень вообще вписывается так-то. Да, как посмотреть. Так. 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 На чём готовить, да? Ну, в смысле, нарезать. А, ну тут можно... Кстати, может быть здесь и сделать уголком? Можно дровишки сюда, допустим, скинуть. А здесь делать тумбочки уголком. Калейдов на лучшие квесты, а то... Было бы прикольно купить себе чехол для проездного с поймоном, типа приводник. Кстати, всегда было интересно, какой у тебя самый любимый перс в Геншине, если он вообще есть. Сянлин. В плане по дизайну, а не только по талантам. Ну, да, наверное, она. Вообще, знаете, в Геншине мне все, наверное, персы нравятся. Я не могу сказать, что мне кто-то по дизайну не нравится. Вот лично на мой вкус дизайны просто все конфетка, я бы за всех играла. Вот серьёзно, мне что не перс, то хочется поиграть. Вообще, все-все-все-все-все нравятся. Поэтому... Такое вечно... А, я хочу и этим поиграть, и этим, и это классненькое. И мальчики, и девочки классненькие, и все вообще просто. Не знаю, вот в меня прям очень сильное попадание, честно. Наоборот, наверное, надо. Оборот, вот отсюда. Вот так. И тут наоборот шкафы... А, ну можно, в принципе... Не, ну можно подвинуть, да. А, ну не обязательно их прям в притык, кстати, ставить. Вот, и сюда поставить, где у нас там были. Светильник. Вот так. Вот так. Так. Ну и вот, пожалуйста, тут очки можно готовить. Видите, прямо лестница особо не ощущается. Ну, мусорка тут норм, в принципе. Вот, я тут сюда что-нибудь ещё такое. Может, ширму какую-нибудь? Что это у меня такое? А, это ковры у меня тут. Всякая ересь и целый вагон. Больше всё по дизайну. Люмен заходит, хотя я ей вообще не играю. Светильник, значит, буду знать. Ну, мне из близнецов мальчик, конечно, больше нравится. У него косичка длинная, прям красавчик. У них как-то мальчик более женственный, а девочка, наоборот, более подсанячая. Такая получилась. Но, несмотря на то, что Сян Лин мой любимый, можно сказать, персонаж, на аватарке у меня всё равно путешественник стоит, если что. Я думала поменять, но мне почему-то хочется всё-таки путешественника. Мне нравится, когда люди не знают, мальчики или девочка. Потому что Ник-то у меня такой универсальный, по сути. Какая-то аюбой о герл. Ну, его и нормально, чё. Теперь главный вопрос. Можно ли этим холодильником пользоваться? Это очень важный вопрос. Не ломает ли это всю нашу схему, нафиг? Кстати, я вот думаю, у меня с кухни чёрное получилось. Я вот думаю, может, всё остальное на тёмное поменять? Как вам вообще кажется, им, вот, драконам тут в тему светлый или тёмный, наоборот? Потому что я светлый выбрала изначально, потому что, ну, у нас вроде как тут снег, снежное всё такое, хочется светленькое. Но, с другой стороны, я думаю, это же всё-таки драконы. Тёмное фэнтезио, все дела. Может, им наоборот всё под чёрное лучше сделать? Что вы думаете? По ентому поводу. Ну, кто у нас там сострял? Иди попробуй быстро перекусить ты, вон, как хочешь. Горошек. Или ладно, бутерброд с сыром и ячиной. Мужицкая еда. Эмм, ты куда? Ты пошёл в другой холодильник? Так, походу, ему этот холодильник не нравится. То есть, вы хотите сказать, что вы им не можете пользоваться? Ща. У нас тут тоже был холодильник, по-моему, да? Кажется. Или нет? Да, был у нас. Подождите. Дайте я вот сделаю так. Нету холодильника, всё. Нету тучки там в холодильнике, нету тучки. Ну-ка. Потому что я не уверена, что он под этим самым сможет брать. Возможно, его надо чуть подвинуть вперёд. Ну, нету, нету там холодильника, чувак. Что? Тогда тебе и этот сгодится холодильник? Ну, раз пошла такая пьянка, ты и этот, Вась, используешь. Ну, вроде берёт. Что вы тут уже все начали? Макароны с сыром. Так, всё понятно. Значит, за кухню у нас отвечает... Где он тут? Вот этот товарищ. Приготовить макароны с сыром. Ну, всё, всё. Всё логично. Пошёл мутить макароны с сыром. Чё бы не мутить макароны с сыром, когда есть кухня. Ну, ладно. Первое, что мы сделали в новом доме, это пошли делать макароны с сыром. И ходить в текстурах. Ну, ладно, работает. Ходьба сквозь скалы топ. Ну, потому что там они ж не видят. Это не считается стеной, это считается декором. А он где-то там. Ну, короче, да. Ну, если к здравству и не стримы без геншина... Ну, блин! Потому что хочется ребятам обсуждать. Надо же у кого-то обсуждать-то. Ну, знаете, какой у меня любимый, конечно же, кацин. А почему тебе нравится, когда твой пол не знает? Ах, ах. Ну, не знаю. Как-то... Трудно один из сорока семи угадать. Потому что к девочкам, мне кажется, может быть предвзятое отношение в плане игр. Поэтому... Мне так же нравится, когда думают, что я парень, не знаю почему. Предвзятое отношение начинается уже, когда узнаешь, что ты играешь на PlayStation. А, ну это да. Но это немножко другое. Да, мне постоянно хамят хамилю в геншине, когда узнавали, что я на PlayStation игре. Почему бы это? Интересно стало, как будет выглядеть моя форсона в мужской версии. Ммм... 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 Только одежку смени. Да, кстати, про геншин там что-то не очень пока понятно. Там пишут, что советская снежная, да, но... Царская как-то... Ну, блин, есть и фату, и снежный. Они как-то явно больше на царскую тянут. Слушайте, давайте голосование по поводу колора все-таки. Светлый или темный? Я, конечно, понимаю, что в идеале какой-нибудь голубой, но голубого у меня нет. Ммм... Я имею в виду расцветку... Ну, вот. Мебели и всего остального. Ну, то есть, светлый из-за того, что мы что-то снежное делаем. Или... Да, снежное. Или темный, потому что персонаж, ну, вроде как бы, рутальный, типа, не знаю. Я бы, конечно, сочетала, но тут не все можно сочетать, к сожалению. Поэтому играю только с друзьяшками. Я тоже, кстати, играю только с друзьяшками. Я с рандомами играю только вот в предыдущих ивентах. Там в одно лицо просто было физически не пройти. Вот в те моменты я играла с рандомами. А вот в этом ивенте, допустим, я в одно лицо пытаюсь. Потому что... Ну, мне не хочется с каким-то рандомным роддомом пытаться ему что-то объяснить, как надо делать. Как правильно? Геншин или Геншин? Или Геншин? Не знаю. Так и так называют. Ты не забыла тормоза-то повесить? Ой, да. А тут они сейчас... Ну, я повешу, конечно. Но это, конечно, смешно. Вешат термостаты в драконной пещере. А так как же по низу нет устойчивого ударения? Ну, возможно, да. У них там... В Китайском-то? В Китайском. Есть ударение? Или тоже от... Бага есть. Моя речь не слышно или что? У тебя микрофон выдаёт. Разумеется, какие-то старые речки. Как тебя ещё и присоединяются? Он делает... Так, а теперь... Так, тёмный победил. Да, теперь работает. А давно было не слышно? Не знаю. Ну, это, короче... Ну, это не микрофон, это панель передняя. Короче, по поводу Советского Союза. Я не очень представляю себе Советский Союз. Может быть, они возьмут какую-то часть всё-таки... Блин, может, они просто не очень понимают, что такое Советский Союз и что такое дома именно вот перед этим, которые были. Потому что, мне кажется, они явно и подразумевают всё-таки второе. Ну, в смысле, вот эти вот старые, которые вот в центрах у нас сейчас. Не хорочёвки из плит. Примерно сообщение про термостаты. Термостаты, кстати, надо повесить. Короче, тёмные вы выбрали. Давайте попробуем поменять то, что уже повесили на тёмные. Короче... Не знаю. Чё я там говорила? Тёмные, да, говорите? Так, ну, кстати, вот эту штуку можно... Ну, тут, наверное, нет, тут ставить не будем. Я пока положу тоже... Ой. В... А ей? В инвентарь. Куда-нибудь потом вставим. Значит, давайте попробуем поменять на тёмные. Типа Сталинки. Вот это они имеют в виду. Ну, не будут они, я думаю, такую прям примитивную архитектуру... Это самое. А вот Сталинки, да, Сталинки, может быть. Ну, то есть то, что было... Фэнтези Сталинки. А чё, фэнтези Сталинки, прикинь, какие прикольные. То, что, короче, было до Вова. Турк, сегодня буду кушать так, как Дэр. У тебя Дэр, и ты не палишься, сидишь. Поздравляем тебя. Ой, так. Кстати, а чё это у нас тут светильник лишний какой-то? Тоже выкинуть. Так. Турк, какarchа, сынок, фэнтези, Турк. Туркн. Турк. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, а ты не перенесешь мне водички? У меня еще 15 минут, а у меня вода закончилась. Перейдите, пожалуйста. Не, мне водички. Четвертого кроша не было? А, можно я расскажу, что на Nintendo Direct было? Ну, Splatoon 3. Зельда переиздание какая-то старое. Ну, можешь рассказать, да. Советская архитектура совсем не вписывается в Лоргеншина. Ну, да, да. Я не думаю, что, конечно же, они будут делать какие-то вот такие вот... Из это самое... Из плит. Здание. Спасибо. Светлое больше нравилось? Ну, подожди. Сейчас мы... Еще не доделали. Мы сейчас вот, может, какой-нибудь такой ЧБ замутим. Потому что, ну, просто... Светлое это прикольно, но когда все светлое. Когда половина темная. А кухня у нас как бы темная. Во, видали? Ничего так смотрится. На самом-то деле. Ну, и не так, чтобы темная нормально. Че? Я бы еще добавила каких-нибудь, опять-таки, акцентов вот... Голубых, фиолетовых, что-нибудь цветящихся. Сейчас что-нибудь накидаем. Не паникуйте раньше времени. Так. Так, ну, колонны, в принципе, серенькие такие. Норм. Ну, нормально, че? Более однотонно. А что нам еще сюда в общую комнату, в принципе, надо? Музо есть, хавчик есть, мусорка. Интересно, считается мусорка или нет? Корзина тут. Наверное, нет. Наверное, надо поставить еще одну мусорку. А можно внутрь поставить? Интересно, будет работать? Наверное, да. Одну корзину внутрь другой корзины. Короче, я думаю, надо добавить каких-нибудь кристаллов. Где-нибудь. Вот сюда можно какие-то тоже скамеечки, может быть, поставить. Где-то у нас наверху скамейки были. Ой. Не той взяли. Раз. Так, давайте, значит, подумаем, что тут можно добавить. Гольф с Марио, переиздание Skyward Sword. Кстати, мы с Крисом играли в Skyward Sword, но мы не доиграли. Ну, Крис играл, я смотрела, мы, по-моему, на огненном, да, по-моему, там, где славой был мир, уровень, как это сказать. По-моему, мы на нем застопарились. А чё ты перестала есть свой бутерброд? Включите кто-нибудь отопление. А то и всем им дюже холодно. Того, и глядишь, начнут переодеваться во что-нибудь. Что-то они все начали готовить себе. Прям. Жиза. Всем, это, сяду на пенек, съем пирожок. Счастье есть. Там вон просто тоже. А ты чё бросил свою готовку? Да не ты, ты. А, не, готовишь. Вот, нормальный мужик. Готовит себе, что ты готовишь. А, кстати, мойки нету. Точно, мойка им нужна. Не знаю, что он готовит, что ты готовишь. Салат садовый. Одна колонна другого цвета, это освещение, да. Они все одинаковые, это освещение у них скачет. От фонарей у них освещение другое, а так они вон все одинаковые. Значит, мойка, говорите, нужна им еще. Ну, не мы говорим, а игра говорит, что вы забыли мойку. Как вы могли забыть мойку? Вот вам мойка. Так, кристаллы, кристаллы, кристаллы. Может, у нас по освещению есть? Может, у меня прикольно есть еще в освещении? Как зонированная темная кухня была, шикарно. Ну, так она темная и осталась же, нет? Тут же я ничего не меняла. А, в смысле, все светлое, а кухня темная. Ну, может быть, может быть. Ну, я как-то, мне как-то выбивалось сильно. Да, нормально. На Алике даже аккаунты по Геншина продают. С этими с пятизвездочными накрученными. Хозяин-барин. Не, а что хозяин-барин? Голосование же было. У нас демократичное общество. Было голосование, и большинство было за темное. Так что... Хозяин, конечно, барин, но... Я прислушиваюсь к мнению общественности. Во! Светлячки вот эти классные. Давайте их куда-нибудь тут... Ж... 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 Жавищем. Тут, конечно, уже есть эти самые. Ну, почему бы тут еще не быть светлячка? Правда? Дальше. Стоячий свет. Сиренские растения. Ну, типа, да, с пятизвездочниками. Прикольно. Новый пользователь отвечает. Не знаю много чего. Не знаю, как чего действовать. А, ну там в это было... В... В чате должно было выскочить. Приложение проголосовать. Что-то пропустило голосование. Мне как-то и непринципиально. Чубэ мне тоже катит. Ну, вообще, короче, те, которые играют на компах, они часто реролят себе аккаунты. Ну, в плане, там, если с первых этих самых не выпал пять звезд, все, я, короче, не играю, выбиваю себе пятерки. Вот. Те, которые, конечно, на PlayStation'ах сидят, там как-то без особого, на самом деле, выбора. Потому что, ну, там нет такой роскоши, как переролить что-то, по-моему. По-моему, ты... Не, ну, можно, конечно, удалить игру, поставить заново, но это... Таки сильно муторно, поэтому... Чё, выпало, с тем и играешь. Как говорится, и не паришься. М-м-м, может быть, тут... Чё? Хм-м-м... Хм-м-м. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стар Дью... Новости и Стар Дью... Но Стар Дью очень вероятно, что только со мной... Прям очень мегавероятно... Мы еще проверим, но есть мнение, что если оно в прошлый раз не работало... То если там не будет никакого обновления... То шанс, что оно заработает как-то... Стремится к нулю... А с этой штукой мы тогда продолжим... Следующий... Сорян... Четверг? У меня, кстати, есть тут такие, смотрите, милашки... О, кстати, вот эта, кстати, вот эта... Ммм... Ну, кстати, прикольно, прикольно... Можно где-то вот это потом... Такие вот штуки... Тогда же вот здесь, на самом деле, можно сделать вот так поверху... Ну, то, что стены-то высоки... Не знаю... Ну, я подумала... Че там Naked стримит? Не, никто не знает... Пересоль делать? Нет... О! Рукомойник... А что это? Родник... Ну, в принципе... Это... После туалета руки мылись... Ха... 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 Круж... Круж... Кружочки... Ну, тоже что-то, кстати, такое... Даже не знаю... Короче, наверное, прервемся мы, наверное, будем думать... Уже в следующей неделе, что у меня уже мозг высушился... Что-то не могу ничего придумать... Что-то хочется сюда такое... Прикольное... Ну, надо поискать, наверное... Может, еще доп какие-нибудь... На стены какой-нибудь декор прикольный... Даже не знаю... Кхм... Ну, в целом, так это... В принципе... Мне нравится, что они бросились и сразу еду готовить... Это, конечно, очень... Реалистично... Жрать и еду готовить... Давайте-ка я скринчик какой-нибудь для обложки сразу сделаю... Няш-пухляш... Няш-пухляш... Раз... Гай...